Приветствую всех, мои дорогие друзья! С вами Сан Саныч Богомолов и, как и обещал, сегодня я хочу сделать обзор на нашу виллу в Таиланде. Рассказать, как приехать в Таиланд, как здесь остаться на долгое время, как работать, где можно зарабатывать, сколько вообще стоит жилье, питание и все-все-все в этом роде. Погнали! Начнем этот видеоролик с обзора нашего жилья. Смотрите, такой вот небольшой бассейн, неглубокий, но свой зато, приватный бассейн. Здесь вот ножки помыть, включили пальму, водичкой подпитать. Выход в бассейн прямо из гостиной. Открываете и ныряете, днем и ночью можно купаться. Я вот люблю вечерком, когда уже все, солнце не так жарит. Здесь, посмотрите, такой вот из искусственного ротанга гарнитур, телевизор, обеденный стол, плюс это мой рабочий стол, компьютер стоит. Полноразмерный холодильник, забит у нас разным мясом, вкусняшками. Там вот кокосы, супчик, яйца. Это вот первый туалет с раковиной. Гигиенический душ. Купили полы мыть. 26 на эконом. Кандейи хорошие здесь дайкины стоят. Это первая спальня на первом этаже, такая маленькая. У нее есть унитаз, маленькая раковина и душ. Вид из окна открывается обалденный. С одной стороны на бассейн, пальма, горы. Вот такая вот красота. Двуспальная кровать и здесь тоже кондиционер. Комод под лестницей какое-то пространство, что-то спрятать. И пошла лестница на второй этаж. Тут у нас Будда. Так, такая вот красота. Вилла находится в джунглях. Поднялись на второй этаж. Здесь на втором этаже уже большая идет. Привет, Сина. Привет. Как дела? Смотри. Что это у тебя тут? В потолке вентилятор. Вентилятор на потолке. А вот это что? Кондиционер. Кондиционер. А с ним что-то там вентилятор висит. Да, вентилятор. А там что-то черненькое. А вот это что такое? Картина. Картина тут есть еще. Прикроватная тумбочка, зарядки, большая кровать. Даже больше, чем на первом этаже кровать. Эта вот кровать я купил ребенку, сам собирал. Торшер какой-то стоит. И вот такой вот вид у нас из окна. Там море видно. Вот тоже сушилку купили сами. Перед отъездом надо будет все сдать на хранение. Снимаю? Да, снимаю. Здесь у нас правильно свет включил. Одно окно, туалет, две раковины, душ, второе окно. И видите, вон там лестница. Так, господа, сейчас, да, там жара адская. Не пойдем, давайте вечером на закате поднимемся наверх и покажу, что там у нас находится. Отснял я половину виллы. Еще, друзья, вечером, просто сейчас жара, не хотел выходить на крышу. Вечером будет закат. Да, сниму закат. Мы позавтракали. И куда с кораблей отправляемся? На поездка. Это как аллигатор. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, тут плохо видно за скефолдами. Ему. Сейчас, 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 подожди. Поедем. Типа мы его не видим. Ты посмотри, какой размер. Какой размер. Ну что, приехали мы на новый пляж. Он, ребенок, уже бегает, резвится. Вон там, Бангтау. Это вот все, короче, вот тут лагуна начинается. Это все одно Бангтау. Здесь сразу начинается глубина. Вот здесь сегодня волны еще. Друзья, japancar.info на связи. Посмотрите, какая красота. Угадайте, что за автомобиль. В России таких вообще я еще не встречал. Но на японских автоукционах 21-го года с пробегом там 5 тысяч, 7 тысяч километров Nissan Kicks E-Power стоит 2,300-2,500. Короче, ну я думаю, за 2,500 хорошего можем притащить. Будете удивлять. Ни у кого такой машины в России еще нет. Поверьте. Может быть, единицы, пару человек. Но это не точно. Вот так. Если интересно покупка этой машины, обращайтесь. Либо другой машины. Привезем вообще любую машину. Даже сейчас мы таскаем машины, которым 30 плюс лет. Их опять можно официально растамаживать. Но дорого. Но это для любителей, для ценителей. Всякие геттеры там, фаерледи, старенькие. Ну а теперь время обеда. Хочу приготовить бургеры. Столько, наверное, мяса хватит. Сделаем котлетки. Вместо соли добавлю вот такого. В соусе. В соусе, да. Да. Тихо, тихо. Котлетки на бургеры будут мощные. Такие две большие будут котлеты. Две огромнейшие котлеты просто будут. Сырный соус, огурчики, майонез в зале Хайнс. Надеюсь, он не сладкий. Это кетчуп с Макдональдса. Вот они, бургерные булки и сыр. Чеддер. Котлеты решил накрыть, чтобы побыстрее прожарились. Пробуем майонез. Хороший. Так, булочки немножко поджарили. Вот так вот, видите? Теперь как берем соус, допустим, сюда чуть-чуть майонезного соуса, выкладываем лист салата. Лист салата. Нарис... Ой, вот это разломалась котлета. Нарис салата. Котлетку выкладываем. Да? Сыр. А еще? Вот сюда соленый огурчик мы забыли. Можно еще зелени. И верхнюю булку тоже поджаристую. Хорошечно смазываем соусом. Накрываем. И так со следующим делаем. Все. Вот он, мощнейший бургер. Один сыр засунул. Хватило одного. Ммм. Как у Тимати. Отличнее. Вот с тучком бы еще котлеты сделать. Я лук забыл добавить в бургер. Но и без лука вкусно. Сейчас сходим в магазин, потом обзор, да, обзор дома. и потом уже подытожим рассказ. Расскажу сколько вообще стоит недвижимость, сколько это дало стоит, как подешевле, как сюда приехать, как работать, как зарабатывать. Так, друзья, ну а теперь хочу вам кое-что показать. На днях мне тут подарочек пришел. Угадайте, что здесь. Сейчас посмотрим. Я еще даже не вскрывал. Е-мое. Слушайте, упаковка офигенная. Что здесь? Ну-ка. Как тут, как это вскрывается? Смотри, смотрите, Дэвис Эллен. А, коробка в коробке. Е-мое. Это коробка в коробке. Вот, все. Сейчас мы открываем. Вот они мои долгожданные часики, которые стоят около 400 тысяч рублей. Наверное, сейчас даже дороже. Сейчас даже курс скаканул. Полляма они сейчас стоят. Ребят, у меня аж сердце мандражирует. Так, сейчас подниму что-то. Может, что-то еще. Тут книжечка водонепроницаемые. Смотрите, вот это вот, вот это вот. Выполнено из прессованного угля. серийный номер, автоматик, water, короче, да, водонепроницаемые. я до сих пор не могу поверить, что у меня появились такие часы. Их сейчас даже, я так понимаю, официально еще и в продаже нету. Но они у меня уже есть. Слушайте, мощнейшие, просто мощнейшие часы. Так, давайте, сейчас надо их протестировать. А, они без батарейки, я так понял. автоматик, автоматчик, чик, 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 да, механические, что ли, или что. Стрелка круто идет. Такие вот, типа, скелетоны, видите, там еще. А, они, короче, прикиньте, там маятник внутри, и они заводятся от того, что у тебя рука трясется. Я помню, кореша такие часы были. Подобные. Да, 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 офигеть. Круто. Все, не надо их подводить. Ссылку я могу оставить вам на инстаграм этих часов в описании. Смотрите. Ну, а теперь, друзья, я вам хочу показать цены в тайском магазине. Это магазин называется Супер Чип. Он такой, очень известный среди тайцев. Что-то типа нашего светофора магазин для народа. Так, последняя блин манга осталась. Жалко, 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 жалко. Все, забираем, забираем. Переводить цены в рубли я не буду, ребят. Я не буду. Просто вам так скажу, что 100 долларов, 100 долларов американских, это примерно где-то 3200, 23300 бат. Все буду называть в батах, а там уж сами переводите. Вот килограмм спелого манго 50 бат. Лед в каждом магазине продается, стоит вообще копейки. Не так, как у нас там лед, я не знаю, по цене мороженого, какого-нибудь, сливочного. Печеньки, да, вот какие-то, смотрите, огромная пачка там 14,50. Маленькие вот пачечки по 4,70, по 5, зефирки по 21, вот эти печенья вкусные, по 30, 49, во, во, смотрите, это для тех людей, кто любит делать настойки, я помню, когда в Таиланде жил, брал вот такую штуку, все это заливал, и вот тут есть маленькая такая, видите, кружечка, чтобы делать настойки. Мед тайский, 90 бат, большая за 200, 84 бата, вот такая огромная пачка фисташек, по 20, самые дорогие это вот какие-то магнаты по полтиннику, так, он даже за 10, самое недорогое вафелька, 2 бата, за 2 бата даже вафельку можно найти, вот, все, снеки, чипсы, всяких ядреных вкусов, типа, со вкусом ролла, кальмар, какой-нибудь курицы, со вкусом водорослей, тайские бич-пакеты, ну, короче, почти все бич-пакеты очень острые и еще есть много корейских, вот эти, мои любимые корейские, в таких коробочках вот по 9 бат, кстати, очень-очень-очень вкусные, типа, со вкусом том-яма, да, 38 за честный килограмм, вот, кокосовые сливочки по 23 литр за 50, а, ну, это всякие сушеные, 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 тут сосиски, кстати, в Таиланде есть нормальные сосиски, маленькие по 34, вот это тоже, кстати, огурец какой-то, ножки куриные, 93, накрылышек нету, вот, цена, смотрите, вот такие бедра 29, ну, где такое есть, даже пересчете на российский рубль, это дешево, 29, 29 на наши деньги даже с нынешним конченным курсом, это порядка где-то 80 рублей персиков, здесь только мороженая клубника, короче, смотрел, красная рыба почти как в России здесь стоит, я чуть не офигел, смотрите, Филадельфия, сыр 150 бат, ну, не сказка ли, Toyota Hilux, очень популярная машина в Таиланде, особенно в версии пикап, ее берут обычно владельцы маленьких лавочек, бизнесов, потому что можно возить на ней очень-очень много вот в этом кузове, в Японии где-то за 2,700-3 в хорошем состоянии, с отличным пробегом, морда прям, кому-то крузак, да, а еще Hilux, я знаю, что любят в Афганистане, в Пакистане, во всяких таких вот странах, так что, если кому приглянулся Hilux, или любой другой автомобиль, пишите, japancar.info привезет вам любой авто под полную пошлину, под ключ во Владивосток, а потом уже по всей России у нас доставка есть. Все, выходим на балкон, тут я повесил такую штучку, мы, короче, сушим наши вещи. Вот первый столик, можно посидеть, на нем отдохнуть, сейчас закат начинается красиво, и вот такая вот лестница винтовая, друзья, наверх, на самый-самый вверх. Вот там один строится, и еще один достраивается, можно купить, кстати, если кто хочет. Это вот такие светильники здесь, типа как гамаки какие-то, или что это, такие, шезлонги непонятные. Вода здесь работает. Тут у меня стоит барбекю, уже несколько раз готовили на нем, вот наша вилла, прямо возле леса находится, на горе, на самой-самой, вон море, видите, вон оно море, закат, и вот здесь вот посидеть, видите, вечером тут семей иногда садимся, ужинаем, закат, красота. А вон там пацан бесится. Вон, купается. Вон наша машинешка стоит. Вот так вот. Так, друзья, ну и в этой части видео я хотел бы с вами, конечно, поговорить о том, вообще, как переехать в Таиланд, с чего начать. я здесь прожил 4 года, но раньше намного проще все было. 1 бат был 1 рублю равен и процентов, наверное, 80 людей, кто здесь жил, они сдавали у себя на родине квартиру. Допустим, сдавали квартиру, грубо говоря, там за 25, за 30 тысяч рублей, да даже за 15 тысяч рублей в каком-нибудь городке. И на эти деньги здесь спокойно жили. Сейчас немножко поменялось, но не все так плохо. С чего начать переезд? Первая хорошая новость, это появилась STV виза, Special Tourist Visa, которая дает вам право прожить, находиться безвыездно в Таиланде 180 дней. Оформляется она очень просто, зайдите на сайт посольства, посмотрите, какие документы, нужны там пару справок, выписки, кое-какие фотографии, все, все это делается, ничего сложного нет. Сейчас, вот сейчас, на данный момент еще можно приехать в Таиланд вообще без визы на 30 дней, на 30 дней приезжайте без визы, потом каждый месяц продляете, ковидная виза называется, но в любой момент могут ее закрыть. Второй вариант, как приехать, приехали сюда также без визы, идете в школу и на год вам оформляют визу студенческую, она примерно сейчас где-то стоит на наши деньги 500 долларов, примерно 500 долларов, то есть от 500 до 1000 долларов, смотря какая школа, то есть за 500 баксов можно найти. Следующий этап, как искать дешевые билеты на самолет, я ищу либо через MetaMetaBot в Телеграме, либо через от Aviasales есть бот, также от Тинькова есть бот и вообще есть группа в Андруке такая, там выкидываются дешевые билеты, думаю, с билетами вы разберетесь. Как я делал? Я приехал сюда, снял самое дешевое жилье вообще, то есть самое дешевое жилье, снял там что-то за 200 или за 150 бат в сутки и за пару дней походил, нашел себе квартирку за 5000 бат, ну по тем временам 5000 бат, пожил там пару месяцев, понял, что хочу все-таки двухкомнатную, снял себе двухкомнатную за 8500, пожил двухкомнатной в этот год и что-то решил себе уже дом снять и снял дом и вот давайте сейчас это первое же, что надо недвижимость по приезду, так же и вы можете либо из России уже присматривать что-то, но уверяю вас, друзья, очень много мошенников со стороны тайцев, иностранцев, наших русских, вообще очень много мошенников в Азии осела, так что будьте аккуратны, вас вам попросят давать предоплату, вы приедете, а недвижимости нет, как делал я, я приехал и уже взял мотобайки и начал объезжать остров, давайте зайдем на сайт недвижимости, я вообще сделал по всему Таиланду поиск, потому что не обязательно приезжать на Пхукет, у вас вы можете и в Паттайю приехать, и в Чингмай, кто любит попрохладнее, тот может в Северный Таиланд поехать в месяц, вот такая вот небольшая студия, 22 квадрата, 108 долларов в месяц, следующая тоже 108, вот смотрите, 33 квадрата в Чингмай как раз таки, 117 долларов, давайте посмотрим, что там за 117 долларов вы получаете, комната, а, ну это как студия, да, такая небольшая, типа гостиничного номера, угу, понятно, вот за 123 там уже две комнаты будет, две комнаты, небольшие, балкон, да, ну такое, простенькое, простенькое, но это 123 долларов всего, вот, в район, вон, за 123 дом можно снять, дом, 55 квадратов дом, такой простой, абсолютно простой дом в тайском стиле, вот, это где, 139 долларов, тоже дом, 139 долларов, со своим участком небольшим, ну да, тоже такой простой в тайском стиле, если кто не привык, да, в домах жить, есть, вот я знаю, лично на Пхукете кондоминиуме пользуются популярностью, стоят недорого, вот давайте диконда, допустим, наберем, есть 1500 бат, ну, 6500 бат, вот, 6000 бат есть, да, вот за 6000 бат, 30 квадратов, кондоминиум, что такое, это типа как жилой комплекс, там общий бассейн на улице, тренажерка, парковка, все есть, друзья, что получается за 6000 бат, 6000 бат, это даже меньше 200 долларов, потому что 100 долларов, это сейчас 3200 бат, вот, смотрите, красота какая, да, вот, бассейн общий, шикарно, охраняемая территория, вот, гостиная, все зависит от вас, какой бюджет у вас есть, может быть, у вас большие накопления, и вы готовы, там, есть дома, вот, допустим, вот мы живем в доме, в этом, я его снимал летом, когда Таиланд полностью был закрыт, из-за короны, он не обошелся 1000 долларов в месяц, сейчас этот, этот вот дом, как у нас стоит, в интернете, вот я посмотрел, 3000 долларов в месяц, 3500, вот так вот, от 3 до 3 500, естественно, нам очень сильно повезло, за 3000, я бы его не стал снимать, за 3000, просто у нас пляж рядом, за 3000 здесь на Пхукете можно снять еще в несколько раз больше и круче, но чуть подальше от моря, то есть поняли, в каком направлении смотреть, как искать недвижимость через интернет, в гугл вбиваете, допустим, Пхукет, property, рент, и переходите на сайт, все, и там агентство уже вам показывает, с ними договаривайтесь, приходите на показ, созваниваетесь, второе, по приезду в Таиланд, если вы приезжаете буквально на пару месяцев, тогда да, стоит просто в аренду, либо снять мотобайк, либо автомобиль, сейчас автомобиль можно снять за 10000 бат, ну, грубо говоря, даже за 300 долларов в месяц, байк можно снять за 100 долларов в месяц, и еще даже дешевле, если попроще байк, если вы приезжаете сюда с целью пожить, на полгода более, я бы вам советовал купить свой байк, есть тайский сайт, типа нашего авито, либо в фейсбуке можете группы найти, прям в фейсбук заходите и пишите, допустим, Паттайя, байк, сэл энд рент, и переходите в такую группу, также и недвижимость там можно искать, второе, ребят, как зарабатывать деньги в Таиланде, раньше все намного проще было, раньше иностранцам, даже без ворк пермита, можно было работать, сейчас, коронавирусные времена, вот эти все, жрать нечего, и тайцы, русские, не только русских, вообще иностранцев не очень пускают на рабочие места, сейчас осталось всего у нас несколько вариантов, как здесь жить и зарабатывать, это сдавать недвижимость в России, или в другой стране СНГ, где вы живете, кто мне откуда смотрит, кстати, напишите, сдавать недвижимость, квартиру свою, квартиру свою, я не знаю, гараж, какую-то коммерческую недвижимость, и за это жить, да, не тужить, потому что вы посмотрели по ценам, здесь можно за 100 долларов снять, там за 200 долларов, кондоминиум, в принципе, жить, по идее, вы уже видели предыдущие мои ролики, там, суп офигенный, за 60 бат, мы со скорбейкиной, на двоих берем, рис там за 50 бат, там, с курицей, жить можно, цены, вот я вам показал сегодня, а еще есть даже дешевле магазины, я в следующих выпусках это все вам расскажу, второе, если вы собираетесь переехать, начните изучать, что такое арбитраж трафика, и вообще схемы заработка в интернете, только не черные, там, и серые, а белые, легальные схемы заработка, вот, начните с арбитража трафика, интересно, там можно и по гемблингу переливать, у нас в России, допустим, гемблин не запрещено, в европейских странах, не запрещен, вы можете откручивать рекламу, гемблин, даже без вложений, просто тупо в тик токе, поставить страну в руку, вот, вот, бизнес идеи, как зарабатывать, в тик токе, ставите, что вы с какой-то европейской страны, берете офферы, сначала, ну, вот этих казино нашли, кто вам будет платить за регистрацию, там, или еще за что-то, и создаете инстаграм, в тик токе, красивые видео заливаете, там, с выигрышами, с аппаратами, там, с лас-вегаса, красивыми, девчонками, яхтами, еще чем-нибудь, и в шапке профиля, у вас ссылка на инстаграм, потому что, тик ток блокирует ссылки на, на казино, а инстаграм нет, все, люди переходят к вам на инстаграм, и там вы расписываете, вот, переходите по моей партнерской, это и получите 5 долларов, при регистрации, и вам за этих людей платят денежки, то есть, если в день удалить, уделять этому, там, 3-5 часов, да, ребят, денег легких не бывает, 3-5 часов уделять в день, то в месяц вы спокойно будете полторы-две тысячи долларов иметь, вот, так что читайте про орбитаж трафика, что это такое, следующее, как вы можете зарабатывать, это какое-то репетиторство, да, вы, допустим, английский язык можете онлайн преподавать, русский, там, еще что-то, математику, я не знаю, все, что вот вы, если вы специалист какой-то области, можете это делать, плюс, здесь можно, если у вас уже есть, конечно, какие-то накопления хорошие, серьезные, открыть небольшой какой-нибудь бизнес, ну, это уже на ваше усмотрение, к чему у вас лежит душа, вот такие вот направляющие, примерно, как переехать в Таиланд, ничего сложного нет, если есть у вас какие-то вопросы, конечно же, пишите мне их в комментарии, я постараюсь ответить, потому что, я здесь говорю, прожил 4 года, у меня много знакомых, кто здесь до сих пор живет, если даже что-то надо, какая-то помощь, там, что-то подсказать, поможем, поможем, подскажем, вот, главное, не бойтесь, я вот когда сюда переезжал, я тоже боялся, думал, а как, что, что здесь, как, где, что, не приехал, чик-чик, все, то есть у меня был заработок онлайн, плюс заработок в Китае, у нас производство небольшое было, ОЕМ, ну, как, мы сами ничего не производили, просто шилдики на тапочки клеили и продавали, вот так, потом, конечно, когда 2014 год случился, курс два раза вырос и все, ну, а здесь вот, я бы, как вот, если бы я сейчас переезжал, грубо говоря, и не было бы у меня Ютьюба, да, не было бы еще каких-то, там, помимо Ютьюба, допустим, автобизнеса, еще чего-то, как бы я делал, я бы, сделал бы какую-то подушку себе, на год рассчитал, да, вот, допустим, на еду, на аренду, там, байка, на аренду жилья и на визы, вот, вот столько надо моей семье денег, вот, я накопил, приехал, но, я бы не сидел, год бы здесь не кайфовал, отдохнул бы недельку-две, и все, начал бы упорно трудиться, в интернете, пытаться зарабатывать деньги, схем, как заработать, легально, очень много, и, если кто, там, типа, ой, купил схему, потратил деньги, не покупайте эти схемы всякие, как заработать деньги в интернете, есть уже давно в телеграме группы, где люди в складчину покупают это все, вот эти всякие даже инфокурсы, и сливают все это туда бесплатно, так что дерзайте, друзья, ну, а если у вас есть какие-то вопросы по Таиланду, еще раз повторюсь, задавайте, я на них с радостью отвечу, блин, ну, вот это кайф, у меня прям, знаете, я аж под таким адреналином от этих часов, это вот самый дорогой у меня в жизни подарок, не было еще дороже, полмульта, ну, это с нынешним курсом, так они стоили 300 тысяч, главное, еще заводятся, вот так вот, в общем, с вами был бессменный ведущий этого канала, Сан Саныч Богомолов, всех обнял, всем пока-пока, и до новых встреч,